Музей 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 Наскажем Показывая Либо, ныряя в воду за кусочком дна, доставая его отековье, собирая кучи, не обжидая, обжидая, потому что это все, что случилось под солнцем, чтобы обжидая самостоятельно. Либо собирая кусочек кораллов и поднял сектор из этих кусочков до сих пор присутствуют ракушечки. Это будет очень хорошо видно, когда за эти зауголы вот этой крепости, и вы увидите такой небольшой кусочек городской стены. Вот так была собрана эта крепость. Причем материалом, который был необходим для того, чтобы собрать эти стены, это был жидкий песок. И поэтому крепость постоянно, естественно, нуждалась в ремонте. Но вот именно эти стены в итоге защищали небольшое поселение, к которому в 1830 году присоединяется племя из 800 человек под руководством племенного вождя по имени Мактун Бин Бути. Он становится родоначальником не просто отдельного Эмирата, история которого с 1833 года уже есть письменные источники. Начинается история уже отдельного Эмирата под названием Дубай. В 1830 году этот Эмират упоминается под названием Аль-Васса. Кстати, до сих пор в Дубае есть такой район, который так и называется. В первое время это была резиденция первых шейхов, которые стали себя называть по имени первого племенного вождя. До сих пор, вот сейчас в истории 14-й правитель Дубая, он называет себя, так же, как и все его члены семьи, называют себя Мактумом. Полное его имя, его высочество, шейх Мухаммед бин Рашид, то есть сын Рашида Аль-Мактум, по имени первого племенного вождя. До начала 20-го века это была резиденция первых шейхов. Затем дедушка нынешнего правителя сделал первый шаг для того, чтобы превратить Дубай в региональный торговый центр. Он использовал для этого контроль над небольшой Дубайской бухтой. Построил для себя двухэтажный дом, контролируя со второго этажа вхождение и выход кораблей, которые могли сюда пройти. Дубайская бухта была очень сильно заилина, но какие-то корабли все же пройти могли. Поэтому даже нынешний шейх, шейх Мухаммед, правитель, который один из влиятельных людей мира, родился в районе Шиндага. Мы будем пересаживаться с вами на лодочке. Вы увидите такие старенькие домики, вот где он родился. Там тоже сейчас территория музея, но как бы этот музей был поинтереснее. Там нам не очень удобно, поэтому мы, к сожалению, туда не заезжали. Там целая история отдельно была вообще. Как казарма для первых воинских подразделений. Но в 1956 году появляется полиция Дубая, им была необходима тюрьма, поэтому это грех из-за этого и использовалось. До 1977 года, когда было понятно, что помирал шейх Узай, ну вот его портрет. В 18-м году столетия отключался того человека, не может, как в 36-м году. Вот он, когда отец к нам, себе спор, вот так называют, в этом плату, кто встречается везде. Так вот, уже было понятно, что появится светское государство под названием Обидно-Арабские Эмираты. Даже бы, если остальные эмираты не присоединились, шейх Рашид и шейх Зайд были убеждены, что в итоге страну хотя бы из двух эмиратов, Дубая и Абудави, они создадут. Это было уже к 1971 году, было понятно. Но в 1970 году по этому крепость уже уходит под резиденцию департамента туризма. Он тогда немножко по-другому назывался. И здесь внутри открывается музей. Сначала дворовая часть, небольшая рыбацкая деревня. Затем в 1990 году появляется подземная. Ну, а у нас сейчас только возможность сделать фотографии, чтобы можно было здесь, наверное, отметить, более интересно, пройти на ту сторону, посмотреть на эту, ну, такой небольшой кусочек городской стены, сделать фотографию с той стороны. Продлилась сейчас нам очень... Да, вот эта крепость. Давай, Котя, давай сюда. Давай садись вот дальше. Все, всем большое спасибо за внимание. Экскурсия закончилась. До свидания. Там никуда не разбегаться. Там же не все. А ну, ребята, ребятки поплыли на арабской лодочке. Вот на таких лодочках они переправляют. Ну-ка, ну-ка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Добро пожаловать в Казахстан! 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 специи реально очень много а вот это корица даже непонятно что и с другой стороны очень много специи вот посуды вот пицца вот 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Мы выходим по парковке какая парковка какие машины не дешевые хотя уже устала но зато нашла приложение по которому можно в любое место дайте как она называется 2 2 гис устанавливайте она работает без работает у клаин то есть без интернета нажимаете на лучше дома скачать карту ну и не знаю это потому что она работает везде скачивайте 2 гис и дома скачиваете страну в которую вы можете путешествовать забиваете точку и он будет вас водить на машине . пешком да это наш лайфхак от мира путешествия вам зашли купить перекусить его скачание целый день как говорится решение или и вот выбрали такой вот ступо а это что это шаурма еще одна по 13 верхам две штуки так а вот это ребята мы приобрели в старом городе проездили на экскурсию на рынке когда-то это молочный шоколад на верблюзию а это орехи в карамели тоже обалденно получается по килограмм это 7 долларов и это тоже 7 долларов ну а это нам дали подарок вот закончилась наша экскурсия приехали мы домой зашли рядышком в индийскую кафешку как я говорил вот купили вот что мы купили на 26 дирхам это получается шаурма картофель какой-то типа салатика получается 26 сколько 7 долларов да да 7 долларов ну как бы поужинать скромно можем ну а теперь пока будем прощаться с вами до новых встреч подписывайтесь на наш канал жмите колокольчик и забывайте про лайки чтобы не пропустить следующее видео будет интересно мы будем отдыхать пока пока итак дорогие друзья с вами был канал мир путешествий и отдыха бога и катя оставайтесь с нами и будет много интересного пока 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 пока